Приветствую вас, Елизавета. То, что я увидел в вашем тексте, я вам сейчас расскажу. Я вам сейчас постараюсь оглашить. Вот. Но перед этим мне бы хотелось заметить, что вы не задаете по факту вопросов своего. То есть у вас просто текст, вы просто излагаете события, излагаете проблему, пишите, что вы в отчаянии, что в таком случае кажется, ну, не самым противоестественным состоянием. Вот. Но вопроса своего, с чего вы хотите от психолога, вы не задаете. А ведь это очень важно. Очень важно, чтобы вы задали вопрос психологу. Ибо в противном случае не совсем понятно, что мы можем для вас сделать, не совсем понятно, какой помощи вы хотите от нас. Мне представляется история так, что вы можете либо гармонизировать отношения с мужчиной, ну, понятно, через какое-то время вы можете это сделать. Ну, потому что сейчас человек явно слушать вас не готов и не настроен на дьявол. Вот. Либо вы можете разобраться в себе и, соответственно, проследить за тем, что привело вас, именно вас, что привело вот к этой ситуации в целом, что привело. И как, вообще говоря, получилось, что вы вступили вот в такие отношения, и как стало возможным, например, то, что вы стали глушить боль выскарю. Вот. То есть, как вы к этому пришли? Ибо я, честно говоря, не думаю, что подобный подход, он проявился только вот в этой ситуации. Я думаю, что он был и раньше, подобный подход. Вот. Но с этим, в общем, тоже нужно разобраться, потому что это существенная история, это существенный эпизод из вашей жизни. И, ну, на мой взгляд, нельзя оставлять его просто так. Вот. Значит, давайте мы с вами пойдем сейчас по тексту. Значит, здравствуйте, дорогие эксперты. Я живу с мужчиной. Вот. Очень интересный момент. Да? Живу с мужчиной. Вот. Что значит живу с мужчиной? Вы живете в гражданском браке. Получается. А если вы живете в гражданском браке, то это накладывает определенные, ну, такие, определенные отпечатки на отношениях. Какие? Ну, во-первых, это накладывает такие отпечатки, что вы друг другу особо ничего не должны. Вы друг другу особо ничем не обязаны. Вот. Это нужно понимать. Это нужно понимать очень хорошо. Вот. Потому что, ну, очевидно. Очевидно. Очевидно, я надеюсь. Ну, я не понимаю, какие перспективы у вас. Так, да. А, блин. Был момент. Пищевые. Месяц назад, что мы поссорились, и я сказал, что хочу расстаться. Вот, смотрите. Был момент, что вы поссорились. Из-за чего? Ссора, любая ссора, это испытание. Вот. Это испытание для людей. И если вы в ссоре, вот если вы в ссоре реагируете вот так, то, ну, соответственно, это говорит о том, что причина ссоры не была вами усвоена, не была интегрирована ваше тело личности. Нормально. И в некоторой степени ответственность за, за все. что вы ни много ни мало перескладываете на человека. Вот. В некоторой степени. 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 в том, что происходит, допустим, на сколько вы отдаете себе отчет в своей ответственности за ссор, за конфликт. Я хочу, чтобы вы знали, что я вас не обвиняю, но раз все началось ссоры, значит и нужно исследовать ссору, как первопричину того, что произошло. Кстати говоря, ссора это ведь тоже следствие определенных проблем, которые вы не могли разрешить. Ссора говорит о неком критическом состоянии ситуации. Ссора говорит о том, по сути, что вы довели оба ситуацию до такого момента, когда ее уже можно было разрешить только ссоры. до этого на свои чувства вам было, ну, если не плевать, я не думаю, что вам было, вам было прям плевать и не думаю, что вам было прям все равно. Но до этого вы на свои чувства, на свои эмоции, вероятно, ну, как-то вот внимания очевидно не обращали. мне так кажется, я могу здесь ошибаться. Конечно, я могу быть не прав здесь. Дальше. Так, значит, я сказал, что хочу расстаться. Почему? Он сначала пытался уладить проблему, а потом сказал, что тоже давно об этом думал. То есть, проблему осознавали оба человека. Я, на самом деле, сказал это на эмоциях и не хотел, конечно, Ну, а до эмоций, до таких эмоций вы же себя довели. Но он еще принял решение и не смогла поменять это. А как пытались, пытались ли? Он сказал, что ты можешь спокойно оставаться, пока не найдешь жилье. Выгонять меня не спешил. В принципе, позиция. Позиция. Проверяя два дня, я решил выбраться к подруге. Мы пошли в ресторан и я начал оглушить боль вискарю. Ну, вот. Вот тут у меня вопрос к вам. А? Чем продиктован, чем продиктована, точнее, такая ваша позиция? То есть, почему вы выбираете оглушение боли вискарем, а не, ну, не решили поисследовать свои переживания, свои чувства, свои эмоции? Вот. Почему так? Почему так? Почему так? С чем это связано? Такая ваша позиция? С тем, что, например, боль была слишком сильной. Но почему боль была слишком сильной? Ведь вы, я так, вот, я так понимаю, что вы, ну, оба испытывали какие-то, какие-то проблемы. Вот. Некоторые проблемы. Вот. Что-то. Я вот хочу, хочу, я хочу это понять. Я хочу это понять, что вы здесь, вот, имеете в виду. Говоря о том, что вы начали оглушать боль вискарю. Он позвонил, спросил, где я, когда буду, и дома я ответил 1-2-6 часа. Здесь, мне кажется, нужно спросить, что мотивировало вас или, может быть, что указывало, что указывало на то, что мужчина действительно, вот, приведет в исполнение свой замысел. То есть, почему вы, ну, грубо говоря, поверили безоговорочно ему, мужчине. Вот. То есть, у вас, получается, и тени сомнения не возникло. И тени сомнения не возникло. Относительно того, что человек может, ну, там, как-то передумать, да, там, как-то вот по-другому себя вести, ну и так далее. Ну, то есть, это вопрос. Это вопрос. И вопрос, конечно, к вам. Это вопрос. Вот. Дальше. Так. Значит, мужчина позвонил, спросил где. Я ответил 1-2 часа. Эммм. Такое впечатление, что вы все это делаете на самом деле. Вы не отдаете себе отчет. Зачем он позвонил? Зачем вы отвечали? По пути дамы я узнаю, что он сидит в компании друзей и девушек в баре, в которые мы ходим обычно вместе. Но там все знают и мне присылают фото, как он мило общается с какой-то дамой. Конечно, ехать домой не было бы и речи. Почему? Почему? Для за это. Он общался с дамой. Он с ней не целовался. Если я правильно понял. Он с ней не обнимался. Если я правильно понял. Он просто с ней беседовал. Вот. Что плохого в беседе с, эмммм, ну, с человеком? Что плохого? Что, что для вас плохого в беседе с человеком? Я бы очень хотел, чтоб вы этот момент, эмммм, вы раскрыли. Потому что, это важно. То есть, у вас была ссора. Мужчина сказал, что, эмммм, значит, что вы расстаетесь, что вы можете искать жилье. Что? После этого, вы видите, что он общается с другой дамой. И, что вы делаете? Что вы делаете? Вы реагируете так, как будто вы все еще вместе. Притом, что ничего, абсолютно ничего, не указывало, не указывало на то, что вы вместе. То есть, такое ощущение, что для вас это стало неожиданностью. И я хочу у вас спросить, с чем эта неожиданность связана? Вот именно, именно, для вас, с чем она связана? Это неожиданность. Либо вы их как-то неадекватно или по-одобному восприняли то, что человек спросил вас, когда вы будете дома, либо что-то еще. В мою выпившую голову пришла идея поехать к бывшему, и ему поплакаться, и продолжать утолять голову, и продолжить утолять боль без коров. Ну, то есть, это последнее решение проблемы, опять же. От чего боль? Непонятно, если вы его очень сильно любите. Вот. Ну, я с твоим бывшим в хороших отношениях, когда мне не было мужчины, мы пару раз в год могли увидеться, поговорить о жизни, и он также был хорошим советчиком. Ну, у хороших советчиков, надо сказать, не бывает, а именно советчиков. Вот. Потому что советчики, они судят всегда, как бы, ну, со своей колокольной, как правило. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, на мой взгляд, не бывает хороших советчиков. Именно хороших советчиков. Советчики бывают либо вредные, либо никакие. Вот. А такая история, чтобы, ну, чтобы советчики были хорошими. Такого мне, кажется, не бывает в принципе. Вот. Ну, и опять же, здесь, как бы, идея о том, что вы по факту перекладываете ответственность, получается, за какие-то свои проблемы на другого человека. Вот. То есть, если есть ощущение, что сами вы, ну, проблему не решаете. Ну, как бы, свою проблему вы не решаете самостоятельно. По крайней мере. Вот. Дальше. Идём. Так. Эмммм. Никакого интима возрастования у нас никогда не было. Ну, вот я позвонив ему, сказал, что мне нужно поговорить, но он не отдавал. А ваш мужчина, с которым вы в отношениях, ну, вот, были, ваш мужчина, он был в курсе о том, что у вас есть такой товарищ, с которым вы делитесь чем-то? Ну, или, как, то есть, вот, вот, эмм... эм... ну, как-то вот мне кажется, эммм… ну, нужно этот момент эммм, ээм, исследовать. Вот. Понимаете? Какая штука, потому как если человек не знал о том, что у вас есть такой вот товарищ, что почему вы ему не сказали об этом, почему вы, собственно, до него не донесли. Далее, значит, так, знаю, если я в отношениях был не против поговорить и дать совет, ну, опять же, да. Наш разговор длился до утра под бутылочку вискаря. Мы общались только на троечке ночи в 5.30 до торчавшей, пока все не закроется. Мне надо его звонить, мой любимый. Ну, как-то вот здесь, знаете, ну, я бы сказал, двоякая немного история. Вот. Ну, на мой взгляд, двоякая история. Ну, потому что, ну, что значит до торчавшей? Это вас либо беспокоит, ага, человек, вот, либо он вас беспокоит. И вы не делаете, ну, вы не делаете ничего плохого, плохого. Вот. Либо вам на него, в общем-то, все равно. Тут вот, опять же, вы его не предупредили, что вы, да, у своего, ну, своего товарища. Вот. Я ответил и сказал, что скоро приеду. Приехал я к полудню, я ему все рассказал сама, он разослылся, кричал, но как-то быстро отошел. Обожди, через пару дней наладились, мы продолжили жить вместе. А как они наладились? То есть, ну, я имею в виду, как они конкретно наладились ваши отношения. То есть, ну, к чему вы пришли? Вот. Когда у вас отношения наладились, и, собственно, ну, и, собственно, пришли ли вы к чему-то? Что-то меняет. Этот вопрос, он, достаточно важен. Дальше. Ну, я заметил, что он как-то изменился. При каждой нашей стороны, на этот момент, такое агрессия, которой не было изначально вообще. Ну, очевидно, очевидно, да, очевидно, что, человек это заделал. Очевидно, что, человек это напрягло и задело. Да. Это очевидно. Это так. Вот. Вопрос заключается, ну, немножечко в другом, наверное. Вопрос заключается в том, как вы на это реагировали. На то, что, вот, у человека появилась агрессия. Такая сильная агрессия. Как именно вы отреагировали на это? То есть, пытались ли вы, как эту проблему решить? Пытались ли вы что-то до, там, не знаю, до человека донести? Ну, или нет? То есть, опять же, опять же, поймите, поймите, нет цели вас обвинять. Нет, нет такой цели, именно вас обвинять. Но, чтобы лучше понять вас, я полагаю, что это необходимо. Чтобы именно, вот, лучше понять, что это происходит. Потому что, это важно. Дальше. Все это время я видел, что он злой, расстроенный, и почему он не расстается. Я бы сказал, что, вот, вы ответственность, опять же, переносите на него в этой ситуации. Потому что, а что значит, он не расстается, а вы, вы же, вы же это терпели, вы же терпели, что, что ему, ну, то, что он такой вот злой был, ходил, тогда вы же это терпели, вы же ничего, получается, не сделали для того, чтобы ситуацию изменить. А если делали и видели, что этого, ну, что этого недостаточно, то, все равно продолжали, как бы, находиться в этой ситуации. Вот. И, вот, вы говорите, да, что, вот, вы пишете о приказе нашей ссоры, он вспоминает этот момент этой агрессии. То есть, ссоры, почему-то, Елизавета, между вами, продолжаются. То есть, вы продолжаете участвовать в ссорах. Ссорах. Я вас не обвиняю. У меня нет желания вас обвинять. Но я хочу, вот, донести до вас этот момент. Потому что это очень важно, вот, это очень важно, что, что, вот, вы, ну, что, что вы говорите. Понимаете? Какая штука. То есть, то есть, у вас ссоры, у вас ссоры, да? Ооо, продолжаясь, продолжаясь. Ну, по факту, и не было ничего, что бы изменило это. Плюс те изначальные проблемы, которые у вас были. Дальше, так, значит, и подумал, что он хочет меня тамстить, просто ждёт подходящий момент. И опять, подумали, не спросили, ничего не сделали, никак себя не защитили. У меня через 5 дней день рождения, мы всё спланировали и т.д. Когда? Он у меня работает в руководстве. Почему он у меня работает в руководстве? Это звучит так, как будто вы, ну, не знаю, как будто вы человека как-то вот слишком к себе привязали, что-ли. Ну, вот так это, так это звучит, по крайней мере. То есть, я не, опять же, я вас не обвиняю ни в чём, но звучит это так, что, то есть, что значит, у меня работает человек. Он у меня работает. Он не может работать у вас, он работает сам по себе. Да? Ого. Дальше, значит, так. В руководстве в ночном клубе приходит так. Я обычно сплю, но в прошлой ночи подорвалась в 8 утра, у меня нет. Почему, почему подорвались в 8 утра? То есть, вас что-то, ну, что-то насторожило, что вы подорвались в 8 утра или... что было-то? Что вам поражило? Вот. Ну, знаете, какая штука? Да? Вот. То есть, вот это важно. Это всё очень важно. Это очень важная история. Дальше идём. Так. Я звонил, он сказал, что он только вышел в машину из клуба. Я кинул трубку. Зачем звонить? Почему кинули трубку? Просто 45 минут. Дома его нет. Ехал минут 10. Стал звонить. Здравствуйте. Зачем пришёл в 9 утра? Я спал. Как-то это странно немного. Вам не кажется? Вот. Ну, это немножко странно. То есть, вы звоните ему, он сбрасывает. Ну, когда вот вы ему, значит, звоните, он сбрасывает. Вы, вроде как, вот видите, чувствуете, что, наверное, ну, чувствуете, что что-то не так. Но засыпаешь. Вот. Прошло 45 минут. Дома его нет. Ехал минут 10. Звонит, сбрасывает. Пришла в 10 утра. Я спал. Так вы за 15 минут уснули или что? Проснулся, взяла его телефон, и он спал. Увидела, увидела в 8 утра, ему звонит моя подруга. Пару лет назад у них были какие-то свободные отношения. Я разбудил и сбрасывал, что это такое. Говорит, что она была в клубе, просил его отвезти домой, при том, что она знала, что мы живем вместе. И что? Что там такого? Он догласил, что после этого она позвала его на шею, покурил сигареты, стала говорить, как она меня любит, и он тоже имеет замечательный пар. Ага. И что, вы не верите этому или что? Почему? Он говорит, что ничего не было. Мы говорим только, а ты видишь? Я уехал и спрашиваю, ну как, тебе нравится? Что-то че? Я на эмоциях залепила ему, проще. О каких эмоциях идет речь? О каких эмоциях идет речь? Сейчас. Вот что это за непроработанные эмоции, которые постоянно дают ответы для нас? Это ревность или что? Он дал мне в ответ, пошучен, тоже говорит, видишь, я должен был сделать это раньше, и начал говорить, как больно ему было все это время. В итоге подручку блок, и она уверяет, что ничего плохого не сделал, я позвонил, пригласил, пригласил моего парня ночей в 8 утра. Ну это, в общем-то, да, что такого-то. Вечеринка в честь меня, в честь дня рождения отменена, он собрал свою вещь, собрался в хадис, у меня слезы сопли, я не могу без него, я его очень люблю. А ссоры-то тогда из-за чего, если вы его очень любили? Вот, понимаете, это очень похоже на зависимость, это очень похоже. Вот, ну, эмоциональную зависимость, это очень сильно похоже. Вот, что вы зависим от человека, очень сильно зависим от него. Вот, так это выглядит, по крайней мере. Понимаете? То есть, у вас уже, я так понял, какое-то время в отношении к проблемам, вы ссоритесь. Вот. Вы говорите, что без него не можете, но при этом, ну, как бы, говорите о расставании с лучшими эмоциями, но говорите, значит, есть какой-то конфликт у вас. Дальше. Так. Я признал свою ошибку, что я не должна была ехать к бывшему, я извинялась, но ничего не помогло в итоге. Извинения и признальные ошибки здесь не помогут. Здесь эффективно будет только выражение от своих чувств, то есть, что за боль была. Вот, что была за боль. А это восходит к еще более ранней истории. Эффективно будет понять, почему боль на мужчине. и принять все его боли. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать, чтобы что? Елизавета. Вроде взрослые люди ведем себя, ведем как дети. Пока разговор у нас не складывается, я вообще, ну, Елизавета. Вы ведете себя, в том числе, как ребенок. Это, да, это правда, вы ведете себя, как ребенок. Вот, эм, можно ли это изменить и скорректировать? Эм, да, можно, если, ну, если вы, например, более зрелая, позицию, значит, занимать, эм, по отношению к, эм, ну, и к себе, и к, эм, своему мужчине. Вот. Так вот, мне кажется. А пока что это, это действительно похоже на детский сад. Но в большей степени это похоже на, к сожалению, зависимость. В большей степени. Вот, эмоциональную зависимость, то есть прикладывание ответственности себя на человека. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку, за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok